Последование за Спасителя Посмотрите же, какова их вера и послушание Они заняты были своим делом А вы знаете, как приманчива рыбная ловля Но как скоро вы слышали призыв Спасителя Не замедлили, не отложили до другого времени Не сказали, сходим домой, посоветуемся с родственниками Но оставив все, последовали за ним Точно так же, как Елисей последовал за Ильей Христос желает от нас такого послушания Чтобы мы ни в малейшее время Не откладывали хотя бы того требовало самого крайней необходимости Вот почему, когда некто другой пришел к нему И просил позволения похоронить отца своего Матфея 8 глава Он и этого не позволил ему сделать Показывая тем, что следование за ним должно предпочитать всему Ты скажешь, что им много было обещано Но почему-то я особенно и удивляюсь им Что они, не видев еще ни одного знамения Поверили столь великому обещанию И всему предпочли следование за Христом Они поверили, что и они В состоянии будут уловлять теми же словами других Какими уловлены были сами Да и это было обещано только Петру и Андрею А Якову и Иоанну и того не было сказано Только пример послушания первых Проложил путь и им Впрочем, они и прежде много слышали об Иисусе Далее смотри, с какой подробности Евангелист указывает на их бедность Иисус нашел их чинящими сети свои 4 глава Матфея Они были бедны до такой степени Что не имели на что купить новых сетей И потому чинили обещавшие Между тем немалым доказательством Их добродетели служит и то Что они легко переносят свою бедность Питаются от праведных трудов С друг другом связаны узами любви Живут вместе с отцом и служат ему Когда таким образом Христос уловил их Он начинает в их присутствии творить чудеса Подтверждая делами, что тот, что сказал о нем Иоанн Он начинает часто посещать синагоги Научая этим учеников своих, что он не противник Богу И не обманщик какой-либо Но пришел согласно воле Отца И при посещении синагог он не только проповедовал Но и творил чудеса И так он ходил и по городам, и по селам, и по синагогам их Научая тем нас воздавать За злословие и не злословие Но большими благодеяниями Если ты оказываешь благодеяние своим сарабам Не для людей, но для Бога Так как бы они ни поступали Не переставай благодетельствовать Чтобы получить большую мзду А кто перестает благодетельствовать, потому что его злословят Тот показывает, что он благотворил Не ради Бога, но ради похвалы от людей Вот почему Христос, научая нас Что он по одной благости пришел благодетельствовать Не дожидался того, чтобы приходили к нему страдущие А сам поспешал к ним Принося им два величайших блага Во-первых, Евангелие Царства Во-вторых, исцеление от всех болезней Он ни города не проходил мимо Ни сиденья не пропускал Но посещал всякое место Даже и тем не довольствовался Но показывает еще большую заботливость Видя толпы народа, говорит Евангелист Он жалился над ними, что они были Изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря Тогда говорит ученикам своим Жатвы много, а делателей мало Итак, молите господина жатвы Чтобы вышел делателин на жатву свою Матфея 9 глава Смотри опять, как он далек от тщеславия Чтобы не водить всех за собой Он посылает учеников Впрочем, не для того только посылает Но и для собственного их обучения Чтобы образовавшись в Палестине Как бы в некотором училище Ротоборство Они приготовили себя подвигом в целом мире Потому-то, как юных пенцов Приучают к летанию Он открывает обширничай поприще Для их действия, действования Сколько было, то соразмерно с их силами Чтобы они удобнее могли приступить к последующим подвигам И сначала делает их только врачами тел Чтобы после верить им важнейшее Врачевание душ И смотри, как показывает легкость и необходимость этого дела Жатвы, говорит, он много А делать или мало Я, говорит, посылаю вас не сеять, но жать Потом образом сказал он и у Иоанна Другие трудились А вы вошли в труд их Евангелие от Иоанна 4 глава Аминь